Пора студенческих бунтов. В США силойки сносят палаточные городки пропалестинских активистов, которые захватывают кампусы университетов. Задержаны почти две тысячи человек. Американский Минфин ограничил российскую победу. Вашингтон ввел санкции против этой авиакомпании и еще сотен организаций и людей. Траур по погибшим в Одессе и новые атаки беспилотников по России. Еще один день полномасштабных боевых действий. Протестующие против закона об иноагентах в Грузии обвиняют полицию в использовании резиновых пуль. Противостояние продолжается. Генеральная репетиция. В Британии проходят местные выборы. Значимость этой кампании придает предстоящее голосование в парламент. По законам гражданской войны в Аризоне жить не хотят. Власти штата отменяют старый закон об абортах. Это Большой Несток на РТВ. Меня зовут Александр Павлов. Здравствуйте. О самых главных новостях дня расскажем в ближайший час. Президент США Джо Байден впервые прокомментировал протесты пропалестинских активистов в американских университетах. У студентов должно быть право высказывать свое мнение, но в рамках мирного протеста. Вандализм и незаконное проникновение в кампусы к этому отношения не имеют, заявил глава Белого дома. Мы живем в цивилизованном обществе. Порядок должен быть превыше всего. Мы сталкиваемся с подобными ситуациями, поскольку мы большая, многонациональная, свободно-мыслящая и свободолюбивая нация. Такими моментами пользуются те, кто стремится быстро набрать политические очки. Но это и моменты для того, чтобы внести ясность. Так что я буду предельно ясен. Протесты с применением насилия недопустимы. У вас есть право на протест, но нет права на то, чтобы сеять хаос. Ни в одном кампусе, нигде в Америке. Не должно быть места антисемитизму или исламофобии. В Америке нет места расизму. Нет места ненависти и любому проявлению насилия. Мистер президент, заставили ли протесты пересмотреть политику в отношении региона? Нет. В то же время американский лидер отметил, что национальная гвардия не должна вмешиваться в ситуацию. Тем временем число задержанных во время протестов в американских вузах возросло уже до 1700 человек. За ситуацией следит мой коллега Тагир Валиди. Полицейские все-таки врываются в палаточный лагерь. Митингующие, как могут, пытаются держать оборону. В ход идут все подручные средства. От зонтов до самодельных щитов. Но силы явно не равны. Натренированные и хорошо экипированные полицейские не без труда теснят протестующих. И вот последний рубеж пройден. Правоохранители арестовывают самых активных защитников лагеря и сносят палатки. Этому штурму предшествовали многочасовые переговоры. Полицейские неоднократно объявляли нахождение на территории кампуса вне закона. Накануне здесь произошли жесткие столкновения между протестующими и произраильскими активистами. С обеих сторон есть пострадавшие. В ситуацию пришлось вмешаться полиция. Угрожающее жизненападение, с которым мы столкнулись прошлой ночью, является ничем иным, как ужасающим подлым актом террора. На протяжении более семи часов сионистские агрессоры бросали газовые баллоны, распыляли перцовые баллончики и бросали фейерверки и кирпичи в наш лагерь. В конце концов, десятки, десятки, возможно, даже сотни из нас подверглись жестокому нападению, пока мы стояли в лагере. А в Нью-Йорке, после того, как полиция штурмом овладела зданиями Колумбийского университета, с которого и начались массовые митинги, активность протестующих переместилась на улицы. Ситуация в городе обострена до предела. Непропорциональный ответ администрации Колумбии на ненасильственный захват протестующими Хельцхолла превратил наш кампус в зону боевых действий. Университет вызвал полицию Нью-Йорка для штурма с использованием военизированной полиции. Жестоко напавший и арестовавший более ста студентов с многочисленными госпитализациями. После нападения на протестующих в Хельцхолле полиция Нью-Йорка снесла наш мирный лагерь на лужайке. Накануне правоохранители арестовали 109 демонстрантов в Колумбии и еще 173 демонстранта в городском университете Нью-Йорка в верхней части Манхэттена. Также сообщается, что среди задержанных и пострадавших были как студенты, так и преподаватели. Я хочу кратко остановиться на событиях, которые произошли вчера вечером в Колумбийском университете и городском колледже. Как многие из вас уже знают, в результате разгона митингов было арестовано около 280 человек. 170 гражданам предстоит явиться в суд. Заседания пройдут сегодня и завтра. Власти Нью-Йорка настаивают, что в студенческих митингах принимали участие неустановленные лица, которые координировали действия протестующих и спровоцировали эскалацию. По сообщениям руководства Колумбийского университета, на территории кампуса находились посторонние агитаторы, обучающие и фактически руководящие этим движением. По просьбе университета нам пришлось удалить тех, кто превратил мирный протест в место, где антисемитизм и антиизраильские настроения были широко распространены. Размах студенческих митингов сделал их политическим фактором в предстоящих выборах президента страны. Каждому президенту колледжа я говорю, немедленно уберите лагеря, победите радикалов и верните наши кампусы всем нормальным студентам, которые хотят безопасного места для обучения. А соратники бывшего президента требуют от президента действующего осудить сторонников Хамас в кампусе и принять меры, чтобы положить конец протестам. Республиканцы открыто обвинили Джозефа Байдена в давлении на Израиль и отсутствии действий против ячеек Хамас в университетах США. Итак, всего пара вещей. Президенту регулярно докладывают о том, что происходит, как вы только что сказали, по всей стране. Он внимательно следит за ситуацией, как и его команда. И я бы просто добавила, что президент решительно настроен против антисемитизма. Ситуация действительно приобрела огромный охват. Студенческие митинги, переросшие в беспорядки, продолжаются две недели. Протесты уже охватили 21 штат, а число арестованных превысило тысячу человек. А в некоторых штатах, например, Нью-Йорке, Калифорнии, Техасе, полиции пришлось применить против студентов силу. В Висконсине мирный протест перерос в столкновение с полицией. Четыре полицейских получили ранения. Как минимум 10 митингующих были арестованы. В кампусе университета Северной Аризоны во Флагстафе полиция демонтировала палаточный лагерь протестующих и баррикады. Арестованы около 20 человек. Полиция силой выдворила протестующих из территории Тулейнского университета в Новом Орлеане. Палаточный лагерь снесен. Около 20 протестующих задержано. Сейчас территория перед кампусом закрыта, чтобы митингующие вновь не разбили лагерь. Активная борьба полиции с митингующими привлекает к последним сочувствующих. Право на митинг – одно из основополагающих для американцев. А жесткие задержания только сильнее радикализируют студентов. Удастся ли с помощью разгонов подавить протесты, пока остается неясным. Тагир Валиди, Михаил Винокуров, Артевяй. Сегодня в Тель-Авиве состоялось заседание Кабинета министров Израиля по вопросам безопасности, которое было отложено вчера. Встреча началась около 17.00 по местному времени и в значительной степени посвящена шансам на заключение новой сделки с Хамас по обмену заложников. Сообщения, поступавшие в течение дня, были противоречивы. В то время как в Израиле выражали пессимизм в отношении шансов на сделку, а представитель Хамас в Льване вновь повторил требования террористов о полном прекращении боевых действий, египетские источники говорили о продвижении к соглашению и к вечеру объявили, что уже завтра делегация Хамас прибудет в Каи, чтобы, цитата, «обсудить предложение о сделке в позитивном духе». Подробности узнаем у нашего израильского корреспондента Бориса Штерна. Он с нами на прямой связи. Борис, здравствуй и тебе слово. Ситуация довольно сложная, особенно в контексте вот этого заседания узкого военно-политического кабинета, которое было отложено вчера, перенесено на сегодня в пять вечера. Оно началось. Весь фон, который сопровождает это заседание, включает в себя и визит госсекретаря США Блинкина, который состоялся вчера. И вот эти самые заявления Хамаса с одной стороны, с другой стороны египетских представителей, которые говорят о том, что уже завтра делегации Хамаса должны вернуться в Египет. И там произойдет некое прорывное обсуждение всех предложений. При том, что Хамас сегодня действительно в Ливане, представитель Хамаса заявил о том, что в первую очередь от Израиля требуется полная приостановка боевых действий, то есть прекращение войны. Сегодня премьер-министр Израиля Бенемин Танягу, напрямую не комментирующий всю эту историю, сделал очередное заявление, исходя из которого становится понятно, что позиция Израиля не поменялась за сутки, о чем говорят египтяне, не совсем понятно. У Иерусалима свои цели войны, которые Нитанява обещает достигнуть любой ценой. Вот о чем идет речь. Вот что заявил премьер-министр. Мы все без исключения привержены достижению победы. И поэтому прежде всего мы должны поставить сплочение вокруг нашей общей цели. Внутри нас были и есть разногласия относительно операций на дальних и ближних аренах. Но в конце дискуссии я принял решение. И решение было окончательным. Мы действовали там и будем действовать и здесь. Мы сделаем все необходимое, чтобы победить и одолеть нашего врага, в том числе в Рафияхе, чтобы гарантировать спокойное будущее. Речь не идет о том, что Нитаняву отдал приказ войти в Рафиях. Речь идет о том, что у армии и у правительства очень четкие планы и очень четкие намерения. Вчера вечером одно из ливанских изданий, аффилированных с организацией Хизбалла, опубликовало примерный план из 10 пунктов того, что Израиль готов сделать для того, чтобы пойти на сделку. В Израиле автоматически образовалась дискуссия по этому поводу. Никого этот план, судя по всему, особо не устраивает. С другой стороны, заложников необходимо спасать. И еще с другой стороны, боевые действия, которые должны быть приостановлены в рамках сделки, они продолжаются. Армия продолжает наносить удары по инфраструктуре Хамаса в секторе газа. И большое количество армии сконцентрировано на границах с Анклавом, которые готовы применить силу и продолжить военную операцию уже непосредственно в Рафии. Саша? Да, Борис. Ну, то есть, получается, что, несмотря на все, правительство Израиля настаивает на проведении этой операции на юге Анклава. И даже Блинкин, который находился вчера с визитом в Иерусалиме, не смог убедить Нитаньягу отказаться от этих планов. Похоже, что визит Блинкина имел, наверное, какой-то внутренний эффект, но который особенно незаметен со стороны. У него была длительная встреча с, например, министром Бениамином Нитаньягу. Он встречался с президентом. Он участвовал в заседании военно-политического кабинета небольшом. Но так толком и непонятно, что же объяснили израильтяне американцам и что потребовали американцы от Израиля. Речь, если идет о поставках гуманитарной помощи, то Израиль продолжает эту гуманитарную помощь в сектор газа доставлять. Если речь идет о трансфере или перемещении гражданских лиц с юга сектора на север, то гуманитарные коридоры продолжают действовать. Если речь идет о том, что американская администрация крайне недовольна вообще подобными планами и привезла какие-то реакции из Саудовской, например, Аравии, где Блинкин побывал до Израиля, то здесь мнение Саудовской Аравии, похоже, Иерусалим интересует крайне и крайне мало. Возможно, египтяне действительно правы, и американцы, продолжая оказывать давление на Хамас, добьются какого-то результата, но все это будет известно, вероятнее всего, только завтра. И то вряд ли. Эксперты говорят о том, что Хамас по-прежнему настаивает только на своих условиях. Он не заинтересован ни в каком прекращении огня, он не заинтересован в освобождении заложников, то есть не заинтересован ни в чем, что важно с точки зрения Соединенных Штатов и что важно с точки зрения Израиля. Саша? Да, Борис, ну что ж, будем следить. Спасибо. Ближневосточный корреспондент Артевяй Борис Штерн был с нами на прямой связи из Израиля. Армия России взяла под свой контроль населенный пункт Бердичи, сообщили в Российском Минобороне. Это небольшое село в Ясиноватском районе Донецкой области. До начала боевых действий в Украине там проживало несколько сотен человек. Украинские власти пока не комментировали эти сообщения. Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели местного жителя, который пытался разобрать противопехотную мину. Глава региона отметил, что в районе, где это произошло, действует режим ЧАЭС. Гладков также написал, что сегодня днем под обстрел попало село. Там повреждение получил частный дом. Российский Минобороны ранее заявляли, что в течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили и перехватили сразу 12 украинских беспилотников. Минфин США ввел новые санкции против российских физлиц и юридических компаний. В этот ограничительный список также попали иностранцы, которые, по мнению Вашингтона, помогают Москве в обходе рестрикций. Всего же в обновленный перечень вошли больше 250 организаций. Тему продолжит Арсений Молчанов. Американский Минфин ввел новые санкции в отношении российских компаний. Они, как считает ведомство, прямо или косвенно помогают работать военно-промышленному комплексу. Запрет на контракты ввели против автозавода «Урал», Брянского автомобильного завода, Ярославского моторного завода, Фрязинского завода мощных транзисторов, компании «Сиб-Антрацит» и еще нескольких. Всего в списке около 300 позиций. Там есть даже авиаперевозчик «Победа». Ему, правда, разрешили поставки товаров и услуг до 30 июля. Среди IT-фирм, попавших в список, крупный разработчик ПО «Астра», которого связывают с работой на госструктуры. В компании уже заявили, что на ее бизнесе санкции не скажутся, потому что команда работает на внутренний рынок, не зависит от зарубежных юрисдикций и не собирается выходить в страны ЕС и США. География санкционного пакета вышла за пределы России. Вашингтон считает, что оборудование для оборонки Москва закупает через 60 разных компаний в Азербайджане, Бельгии, Китае, Арабских Эмиратах и Словакии. Они также попали под ограничения со стороны правительства США. Если мы посмотрим на иностранные компании, которые туда попали, то зачастую это, как правило, все это фирмы относительно небольшие. Далеко не все из них, кстати, являются какими-то прокладками или однодневками. Есть вполне нормальные такие крепкие фирмы, такой средний бизнес, который просто работал в России, с Россией на свой страх и риск попал под санкции. То есть далеко не все они являются какими-то там подставными компаниями. Shell Companies, да? Вот, то есть это разные компании. Но просто будут появляться новые компании, тоже с высоким аппетитом к риску, которые хотят работать и зарабатывать на российском рынке. Поэтому я думаю, что этот процесс продолжаться будет. Тем временем официальные лица на Западе признают, что санкции за два года так и не принесли нужного эффекта. Об этом в интервью Financial Times заявила глава спецкомитета британского казначейства Харет Болдуин. Мнение британского Минфина подтверждают и данные по закупкам российской нефти самими же британскими компаниями. Прямые поставки сырья в страны Большой Семерки запрещены. И теперь контракт заключают через третьи страны, там, где расположились новые центры переработки. Это прежде всего Индия, Китай и Турция. Согласно расчетам экологической группы The Smog, если в 2021-м Лондон импортировал оттуда сырья на 500 миллионов долларов, то по итогам 2023-го цифра выросла в пять раз. Не меньшим сюрпризом оказались и западные банки, оставшиеся работать в России. В прошлом году они заработали в три раза, а заплатили налогов в четыре раза больше, чем до начала военных действий. По информации Financial Times, в госбюджет было перечислено 800 миллионов евро. Половина этой суммы пришлась на Райфайзенбанк, которому угрожает санкциями Вашингтон. В целом же ограничения российских властей на вывод капитала вынудили реинвестировать деньги внутри страны, пусть и с большими издержками. Сам капитал из России теперь утекает гораздо меньше, его просто девать некуда. То есть, когда ты не можешь его разместить на Западе, а раньше он на Западе размещался, ну, он остается так иначе в России. Или уходят в юрисдикции дружественные страны, но тоже не в тех объемах, как раньше. Плюс, конечно, это оживление нашего производства. У нас стало больше заказов. У наших промышленных предприятий, да, качество может быть меньше, и цена выше. Но, опять же, когда у тебя выборы ноль и что-то менее качественное, более дорогое, ты выбираешь второе. У Минфина США мнение по поводу антироссийских санкций отличается от британского. Они утверждают, что ограничения работают, однако при этом они хотят дестабилизации мирового энергорынка. В тот самый новый американский санкционный список попали 16 судов, связанных с грандиозным проектом Новотека Arctic SPG-2. И также, видимо, для баланса Минфин США временно разрешил операции с российскими подсанкционными банками для расчетов в энергетике. Арсений Молчанов, Валерий Роганов, Антон Сухоруков, RTVI. В новый санкционный список США попали также войска радиационной, химической и биологической защиты российского Министерства обороны. Связано это с тем, что в Вашингтоне обвинили Москву в использовании химического оружия против Украины. Согласно заявлению Госдепа, российские военные использовали против солдат ВСУ хлорпикрин – это отравляющее вещество раздражающего действия. Применение этих химикатов, по версии внешнеполитического ведомства, вероятно, связано с желанием выбить украинские силы с укрепленных позиций и добиться тактического успеха на поле боя. Россия якобы использовала запрещенные конвенции о химоружии и вещества не один раз. Пресс-сектарь президента Песков назвал обвинения в адрес Москвы голословными и заявил, что Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области. Северный пригород Харькова Дергачи подвергся обстрелу. По последним данным местных властей, ранены 9 жителей, 1 взрослый и 8 детей. В Донецкой области боевые действия дошли до черты города Часов-Яр. Об этом неделю назад писали военные паблики обеих сторон. Утром официально подтвердило военное руководство. В городе и округе все еще остаются 700 жителей. Подробности в сюжете РТВАЙ из Киева. День траура сегодня в Одессе в память о жертвах ракетных ударов последних дней. Прилеты в городе с начала недели ежедневно. Накануне погибли три человека. Трое получили ранения в приморской части города. Военная администрация заявила о попадании по пожарной части и административным зданиям. Минобороны России утверждает, что поражен штаб оперативного командования ЮГ. Поздно вечером в среду прилет по терминалу службы доставки «Новая почта». Здание сгорело полностью. Уничтожены около тысячи единиц посылок и грузов. Пострадали 13 человек, один в крайне тяжелом состоянии. Пациент поступил в состоянии ступора. Проведено оперативное вмешательство. Немедленно удалили селезенку из-за признаков внутреннего брюшного кровотечения. Он в сознании. Находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Объект гражданской инфраструктуры. В следствии попадания управляемой авиабомбы, это у МПБД-30, погиб мужчина, который здесь работал. Пострадали еще четверо гражданских людей. Также враг нанес удар по центральной части Харькова. К счастью, никто не погиб. Но есть раненые жители многоэтажного дома. Военная администрация Херсона заявляет о возобновлении сбросов авиабомб в регионе. По данным властей, в начале года они фактически прекратились. Сейчас свыше десятков сутки. Один человек в Херсоне погиб, восемь ранены. Повреждены два многоэтажных и восемь частных домов. Полиция и нацгвардия эвакуируют людей из Новоалександровки. Поселок находится на Авдеевском направлении. Часть так называемого российского выступа в зоне боевых действий. Новоалександровка расположена к западу от Очеретина. Места обстрелов и сбросов авиабомб видны на горизонте. За последнюю неделю российская армия захватила или вошла в шесть сел на Донбассе. Минобороны России в своих сводках также утверждает, что продвинулись в двух селах Харьковской области. Украинский генштаб упоминает только населенные пункты Донецкой области. Сейчас преимущество российских войск в артиллерии 10 к 1. Официальный Киев рассчитывает сократить этот разрыв до 3 к 1 после получения снарядов из США. На картах Дип-стейт поселок Очеретина указан как фактически потерянный ВСУ. Основные сражения и завоевания россиян происходят в этом районе, к северо-западу от Донецка. Южнее столицы Донбасса они пытаются окружить город Часов-Яр. На днях главком ВСУ Александр Сырский опубликовал материал с описанием ситуации на фронте. По его словам, стратегическая инициатива у противника. Это совершенно откровенный разговор. Главком рассказывает широкой общественности, что на самом деле происходит на фронте. Было пребывание в определенных иллюзиях. От официальных спикеров мы слышали одни сведения, а мониторинговые каналы показывали совсем другие события на фронте, которые они подтверждают фото и видеодоказательствами. Этот откровенный разговор способствует увеличению уровня доверия к армии. Первые истребители F-16 прибудут в Украину после Пасхи, то есть со следующей недели, заявляют воздушные силы. Конкретную дату, какие число самолетов, ВВС не называют. В прошлом году страны Северной Европы анонсировали поставки 73-х бортов F-16 Украине. По словам спикера военного ведомства, инфраструктура аэродромов и места хранения уже подготовлены. Максим Плоткин, РТВАЙ, Киев. Еще один российский регион ввел ограничения на работу для мигрантов. Власти Курской области запретили приезжим работать в такси. Губернатор Роман Старовойт заявил, что подобные меры могут принять и в других отраслях. Глава приграничного с Украиной региона также рассказал, что побудило его принять такое решение. Я предложил своим подписчикам в телеграм-канале проголосовать за принятие таких ограничений на территории Курской области. На сегодняшнее утро приняло участие более 42 тысяч человек в голосовании и 82% подавляющее большинство за введение этих ограничений. При этом, Старовойт отметил, в регионе не так много мигрантов. В администрации области заявили, что приезжим никто не мешает получить гражданство и продолжить работу. По состоянию на апрель более 30 регионов ограничили работу иностранцев в разных сферах, преимущественно в пассажирских перевозках, торговле, образовании и пищевой промышленности. Среди них Новосибирская, Тульская, Калужская область, а также Якутия. При этом еще с прошлого года компании жаловались на нехватку водителей. На это повлиял запрет на работу в такси с иностранными правами. В Кыргызстане грузовик въехал в детей. Это случилось в селе Сузак во время массового мероприятия. Школьники исполняли национальный эпос МОНАС. В этот момент со склона сорвался автомобиль с мороженым и на высокой скорости влетел в толпу. Остановилась машина лишь после того, как врезалась в палатку. В итоге 29 детей получили травмы. Семеро в реанимации, трое в тяжелом состоянии. По предварительной информации, водитель забыл поставить грузовик на ручной тормоз. Его самого в кабине в момент происшествия не было. Парламент Грузии отменил назначенное заседание, на котором власти планировали продолжить рассматривать скандальный законопроект об иноагентах. Не из-за тысяч протестующих, а из-за повреждения здания на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Там сейчас активно идут работы по уборке и реставрации после митингов, которые завершились сегодня утром. Тысячи людей штурмовали здания парламента. Полицейские вновь использовали водометы и слезоточивый газ. В Минздраве страны сообщили, что как минимум 8 человек госпитализировали. В МВД Грузии о ранении 7 правоохранителей. Николай Ритовкин с подробностями. Тысячи протестующих штурмует парламент Грузии и возводит баррикады. Полиция разгоняет людей водометами и слезоточивым газом. Все это проходит на фоне принятия парламента во втором чтении законопроекта об иностранных агентах. То, что происходит сейчас и то, что мы слышим от протестующих, это нет российскому закону и русскому режиму. Сейчас наступает конец нынешнему режиму в Грузии. Нашему обществу необходимо сделать это с минимальными рисками. В результате столкновений с полицией уже 8 человек оказались в больнице. У всех травмы головы, переломы, а также отравление газом. Как сообщает Минздрав страны, десяткам граждан медицинскую помощь оказывали во время акции протеста, в том числе и полицейским. Всего же в госпиталях столицы после столкновений с центром Тбилиси находится 15 человек. По-прежнему применяются и перцовый спрей, и слезоточивый газ. И также сейчас основная дискуссия идет вокруг применения рейдиновых пуль. Министерство внутренних дел отрицает их применение. Тем не менее, есть очень много свидетельств. И в том числе зафиксировано документально о том, что резиновые пули были применены. В том числе одна из них срикошетила нашего корреспондента. Полиция пытается разогнать десятки тысяч людей, но пока безуспешно. Грузинское общество расколол законопроект об иностранных агентах. Накануне вечером его принял парламент страны во втором чтении. Третьи проведут через две недели, если, конечно, власти не услышат требования людей. Мы не хотим вернуться к советскому режиму, который пережили наши родители. Президент Грузии Саламезу Рабишвили стоит на стороне протестующих и обещает наложить вето на законопроект. Однако парламент может обойти его простым большинством голосов. Как заявляет премьер-министр Грузии Иракли Кабахидзе, маркировка иностранного агента предусматривает только одно – предоставление финансовых деклараций неправительственными организациями и соответствующими СМИ один раз в год. По его словам, новый закон должен укрепить суверенитет страны, поскольку с 2020 года Грузия пережила две неудачные попытки революции с участием неправительственных организаций. Все эти протесты проходили под одним слоганом – «Мы станем членами Евросоюза, если откажемся от своего суверенитета, независимости и традиционных ценностей». Люди не понимали одного – это чума. То есть радикальная оппозиция, неправительственные организации и их покровители отнимут у нас суверенитет, независимость и наши ценности. В той же речи премьер заявил, что финансирование неправительственных организаций из-за рубежа, по своей сути, является укреплением агентурных ячейк внутри страны и направлено на то, чтобы привести их к власти и лишить государства суверенитета. Правительство препятствует тому, чтобы в Грузии проходила евроинтеграция. И, конечно, среди протестующих есть различные группы с различными настроениями, в том числе и довольно радикальными. Но, по нашим впечатлениям, таких абсолютное меньшинство. Большинство людей – это мирные протестующие, у которых нет такой амбиции свергать режим. Они просто хотят, чтобы государство выполняло данные обещания по поводу евроинтеграции. С критикой действий грузинских властей уже выступили на Западе. В ЕС заявили, что в случае принятия законопроекта перспективы Грузии в евроинтеграции становятся весьма туманными. А в Госдепе отметили, что действия в Тбилиси несовместимы с демократическими ценностями и ставят под угрозу путь к евроатлантической интеграции. Закон об иностранных агентах и антизападная риторика партии «Грузинская мечта» ставят Грузию на опасный путь. Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО. Таким образом, власти страны ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции. Комментарии властей искажают цели иностранной поддержки Грузии, которую Запад оказывал на протяжении последних 32 лет, чтобы усилить экономику страны, ее демократические институты и возможность противостоять российской агрессии. Все эти действия в корне подрывают отношения, которые мы установили с правительством и народом Грузии. Тем временем беспорядки на улицах Грузии не утихают. Правительство объявило выходными сразу 10 дней, с 3 по 12 мая включительно. Многие полагают, что так власти рассчитывают снизить накал столицы, ведь люди уедут на пасхальные праздники за город, но не согласны и так просто сдаваться не намерены. Николай Литовкин, Антон Цыпин, RTVI. Уже второй так называемый информатор о дефектах самолетов Boeing скончался в США при странных обстоятельствах, пишет издание Seattle Times. 45-летний Джошуа Дин давал показания по иску к акционерам поставщика Boeing компании Spirit Air Systems. В 2022 году, по данным газеты, он обнаружил грубые нарушения при производстве модели 737 Max. По словам Дина, начальство тогда проигнорировало проблемы, а его самого уволило. После чего специалист пожаловался в Федеральное управление гражданской авиации США. Две недели назад Дин попал в больницу с жалобами на проблемы с дыханием. Врачи обнаружили у него инфекцию, но спасти не смогли. По словам знакомых, Дин вел исключительно здоровый образ жизни, но при этом буквально сгорел за две недели. Добавлю, в марте стало известно о смерти другого информатора о проблемах Boeing. Тело 62-летнего Джона Барнетта нашли на парковке у отеля. Полиция округа Чарльстон заявила тогда, что он скончался от нанесенного самому себе огнестрельного ранения. Произошло это ровно в день, когда Барнетт должен был давать показания в рамках судебного процесса против корпорации. Сенат штата Аризона после долгих дебатов все же отменил закон 19 века, фактически запрещающий проводить аборты. Прерывание беременности – одна из острых тем предвыборной гонки в США. Все подробности в материале моей коллеги Лизы Паршиной. Назад в будущее. Аризона возвращается к реалиям, где жизнь течет не по законам 19 века. Местные сенаторы большинством голосов официально отменили закон 1864 года о запрете абортов. 16 голосов за, 14 против. Законопроект номер 2677 принят. Инициативу поддержали все 14 демократов в Верхней Палате. К ним присоединились также двое республиканцев. И этого хватило, чтобы получить перевес против 14 консерваторов, настроенных резко против. В 19 главе «Бытия» говорится «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли». Итак, я голосую против. Ранее законопроект поддержало большинство и в Нижней Палате местного Конгресса. Но и тогда без цитирования Библии не обошлось. Как говорится в книге пророка Еремии, «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Не думаю, что наш Спаситель доволен тем, что сейчас происходит в этой вселенной. И я голосую против». Против актуального законодательства и за возвращение к устоям 19 века голосовали и некоторые политики женщины из числа консерваторов. Аборты – это варварство. Это сродни рабству. Этот закон устанавливает, что ребенок – это всего лишь собственность, которой владелец может распоряжаться по своему усмотрению. И пока одни говорили о правах эмбриона, вторые призывали не забывать о правах женщин, которым в середине апреля Верховный суд Аризоны буквально предложил вернуться в 19 век, когда и не было еще никакой Аризоны. Тогда судьи постановили, что штат должен соблюдать старинный закон, который запрещает любые аборты, за исключением случаев угрозы жизни матери. «Сама идея о том, что кто-то будет продвигать и принимать законы, которые говорят жертвам сексуального насилия, вы не имеете права принимать решение о том, что произойдет с вашим телом дальше. Это аморально». Не готовы были мириться с новым старым законодательством не только политики, но и местные медики. «Я взбешена тем, что мое образование и многолетний опыт работы просто отбрасываются политиками и судьями, которые не имеют абсолютно никакого отношения к принятию медицинских решений за моих пациентов. Нарушать фундаментальные меры защиты репродуктивной системы и отказываться от них – это пугает и приводит в бешенство. Теперь я должна взвешивать риски и принимать клинические решения под руководством юристов». И да, несмотря на победу демократов, примерно полтора месяца в Аризоне все же будут запрещены все аборты, кроме случаев угрозы жизни женщин. Дело в том, что губернатор Кэти Хоббс готова подписать новый документ хоть сегодня, но в силу он вступит только через 90 дней. А вот тот самый закон от 1864 года, который недавно утвердил Верховный суд штата, начнет действовать в течение 45 дней. Ранее губернатор пообещала защищать репродуктивные свободы женщин, а прокурор штата не преследовать нарушителей закона 160-летней давности. «Закон лишает жителей Аризоны их личной автономии и не предусматривает исключений для женщин, ставших жертвами изнасилования или инцеста, а также каких-либо осложнений во время беременности. Как губернатор, я обещаю, что сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить наши репродуктивные свободы. Мой указ, лишающий окружных прокуроров возможности преследовать женщин и врачей за аборты, остается в силе». Наиболее строгие ограничения репродуктивных свобод сегодня действуют в 14 американских штатах, включая Техас, Алабаму и Миссисипи. Профильное законодательство в стране начало меняться после исторической отмены решения Роу против Уэйда в Верховном суде США в 2022 году. Вопрос об абортах тогда отдали на откуп штатам, и с тех пор проблема преждевременного прерывания беременности стала одной из самых болезненных для американских избирателей. Причем сторонники демократов опасаются, что ситуация станет еще хуже, если лидером страны вновь изберут республиканца Дональда Трампа. Лиза Паршина, Татьяна Бур и Михаил Винокуров, RTVI До 48 человек выросло число погибших при обрушении автомагистрали в южно-китайской провинции Гуандун. По данным агентства Синьхуа, под обломками моста находятся 23 автомобиля. Дорожное полотно обвалилось, напомню, в ночь на 1 мая. Машины слетели в огромную яму, длиной почти 18 метров, площадью порядка 184 квадратных метров. Некоторые из автомобилей загорелись. Спасатели продолжают разбирать завалы. По мнению специалистов, причиной появления ямы могли стать мощные ливни, которые начались на прошлой неделе и буквально затопили южные провинции Китая. Протестующие в Париже сожгли Олимпийские кольца в знак протеста против крупнейших международных соревнований, которые пройдут во Франции уже этим летом. Беспорядки накануне охватили не только столицу, также города Нант и Леон, и не только Францию, многие другие мировые столицы. При том, что начиналось все вполне мирно, манифестациями, которые были приурочены ко дню труда. Подробности в репортаже Андрея Ежова из Берлина. Позже всех на планете столь масштабно 1 мая отпраздновали в Калифорнии. Лозунги в латиноамериканском квартале Сан-Франциско, как и во всем мире, привычны. Рабочие на либеральном западном побережье США призывают покончить с капитализмом. Хотя и признают, именно при нем жизнь неизбежно становится сытнее. Когда я начала работать здесь, я зарабатывала всего 9 долларов в час. Теперь я на пути к тому, чтобы получать 25,5 долларов в час. Поэтому я знаю, что такое единство. Когда мы объединяемся, как мы можем сплотиться и бороться. Я борюсь здесь с 91-го года. И я видела много разных перемен, которые происходят, когда мы выступаем как единое целое. 1 мая в Европе каждый год день испытаний для полиции. В Париже, по заявлению профсоюзов, в демонстрации участвовали до 50 тысяч человек, радикально настроенная часть которых отправилась бить витрины. А правоохранители применили в ответ слезоточивый газ. Несмотря на драматические сцены, по заявлению властей, демонстрации здесь в этот раз прошли куда спокойнее, чем годом ранее. Задержали 45 человек. При столкновениях пострадали 12 полицейских. Кроме привычных групп левых активистов, высказаться во Франции решили и противники Олимпиады. До старта парижских игр остается меньше трех месяцев. Послание очень простое. Господин Макрон с его Олимпиадой хочет, чтобы Франция блистала на международном уровне. Он хочет прославить элиту. Они празднуют это ценой крови и достоинства людей. Выселяют бездомных, неимущих. Выселяют местных студентов. В считанные мгновения строят олимпийские деревни, в которых могут разместиться несколько тысяч человек, в то время как на протяжении десятилетий они ничего не делали для обеспечения жильем тех, кто вынужден жить на улицах. Французские профсоюзы теперь угрожают забастовкой. Если не будет компенсации за работу во время игр, Олимпийский Париж утонет в мусоре и останется с неработающим общественным транспортом. Столкновениями с полицией ознаменовался День труда. И в Турции задержаны сотни людей, которые пытались попасть на Стамбульскую площадь с Токсин. Это символическое место для профсоюзов и оппозиции. А это уже Берлин. Город, где стычки левой публики с полицией – традиция каждого 1 мая. Марш здесь организовали в районах Кройцберг и Нойкёльн. Исторические свободолюбивых и населенных, в том числе, выходцами из мусульманских стран. Палестинские флаги – заметный атрибут нынешних демонстраций во всем мире. Впрочем, антиизраильские лозунги в Германии под строгим запретом. Нескольких демонстрантов задержали. В целом же главными остаются другие призывы. У нас есть конкретная проблема. Политики обсуждают увеличение продолжительности рабочего дня, повышение пенсионного возраста, сокращение пенсии и социальных пособий, что означает колоссальное ухудшение жизни для всех, кроме богатых. И я думаю, что сегодня мы должны выйти на улицы и бороться против этого. Нам нужны сильные профсоюзы. Нам нужны сильные организации, которые выступят против этого и выведут людей на улицы не только сегодня, но и во все другие дни. Высоких налогов с прогрессивной шкалой, как и священного права на забастовку, многим немцам недостаточно. Куда более мирная акция прошла в берлинском районе Груневальд. Это одно из престижных мест германской столицы. Среди богатых вилл и особняков левые активисты и защитники климата устроили подобие монстрации. Сатирический митинг обошелся без происшествий. В Португалии праздник приобрел особое значение на фоне годовщины революции гвоздик, полвека назад положивший конец диктатуре Салазара, при котором 1 май был фактически запрещен. 50 лет спустя, и прежде всего учитывая результаты выборов, я думаю, что для нас очень важно быть здесь, чтобы избежать эскалации крайне правых, которая происходит по всей Европе и, к сожалению, также в Португалии. Неожиданностью на парламентских выборах в марте стал резкий рост поддержки крайне правой партии. При том, что при правительстве социалистов экономика Португалии демонстрирует успехи, инфляция по-прежнему беспокоит многих, особенно на фоне относительно низкой для Европы минимальной зарплаты. Сейчас она составляет 820 евро в месяц. Андрей Ижов и Иван Демьянов, RTVI. В Англии и Уэльсе проходят региональные выборы. Помимо представителей местных органов власти, граждане будут выбирать 10 мэров. Самым важным считается голосование в Лондоне. На место главы столицы Соединенного Королевства и бюджета в 20 миллиардов фунтов стерлингов претендует 13 человек. Основных кандидатов два. Действующий мэр Лейборист Садик Хан, который идет на третий срок, и его соперница от консерваторов Сьюзен Холл. Она, среди прочего, обещает отменить введенную Ханом зону сверхнизких выбросов, которые автомобилисты платят за превышение уровня углекислого газа. В 2022 году система принесла городу 224 миллиона фунтов стерлингов. По опросам лидирует действующий городоначальник. Согласно исследованию социологической компании ЮГОВ, у него 47% против 25% у Холл. Эту кампанию называют репетицией парламентских выборов. Результаты покажут, насколько прочны позиции основных политических сил, в том числе премьер-министра Риши Сунака. Избирательные участки закроются в 22 часа по местному времени, а первые результаты появятся уже ночью. Тему обсудим с Василием Егоровым, экспертом по британской политике, автором телеграм-канала Вестминстер. Василий, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте начнем со столицы. Судя по опросам, Садику Хану бояться нечего. Он будет переизбран на третий срок. А лондонцы голосуют за его заслуги или все же за лейбористов? Ну, или причина в отсутствии достойных и понятных альтернатив? Ну, я думаю, что прежде всего нужно понимать, что Лондон такой специфичный электоральный округ. Он не похож на всю остальную Англию. Конечно, здесь и этническая составляющая совершенно другая. И, конечно, город намного либеральнее. Голосово, например, там две трети голосов против Брекзита. В общем, ничего с этого момента не поменялось. Поэтому, ну, конечно, Садик Хану здесь выигрывать легче. Плюс, конечно, и общенациональный тренд. Есть разочарование в консерваторах. Плюс нужно понимать, что, наверное, консерваторы выдвинули очень слабого кандидата. Как вы ранее сказали, да, Сьюзен Холл у него меньше 30%. Ну, в общем, тут все звезды, наверное, сошлись. И поэтому каких-то проблем для Садик Хана нет. При том, что если был бы, наверное, сильный кандидат хотя бы из консерваторов, то на проблемы Садик Хана можно было надавить. Одни все известные. Там, что касается преступности, что касается, вот, например, его, как вы тоже ранее упомянули, налога на машины по выбросам, да, улиц так называемый. То есть, ну, можно было сделать какую-то конкурентную кампанию, мы ее не видим. Поэтому, да, я вполне прогнозирую, что Садик Хан там наберет свои 50% и спокойно победит. Ну, вот глобально эти выборы называют репетиции парламентских. Пишут, что для Риш и Сунок они едва ли не решающие. И что можно будет считать плохим сценарием и какими будут последствия? Ну, тут много компаний, на самом деле, идет, да, больше 10 компаний мэров. Для нашего, наверное, зрителя более понятно сказать, что это губернаторы, потому что все-таки не только города, да, но это больше, чем обычный город. Плюс еще огромное количество муниципалитетов, да, таких мелких муниципалов. Ну, и там еще идет до выбора в одном парламентском округе, полицейских комиссаров, да, по округам. То есть, ну, это такая очень большая комбинированная муниципальная компания. Почему для Риш и Сунака? Ну, потому что консерваторы на рекордно низких отметках поддержки населения, да, вот сегодня вышел опрос ЮГАВ, одного из самых авторитетных, наверное, социологических служб Великобритании, который показывает, что у консерваторов всего 18%, рекордно низкие отметки. От муниципальных выборов понятно, что такой сейчас дэмэдж-контрол, да, попытка рассказать всем, что, ну, как бы плохие результаты, но не стоит отчаиваться. Ну, вполне допускаю, что половина тех же муниципалитетов консерватора проиграют. Ну, а для Риша Сунака, это, наверное, и для тех людей внутри партии, которые ему недовольны, это, наверное, последний момент X, потому что до парламентских выборов остается меньше полугода. И если, как бы, недовольны внутри партии, хотят что-то сделать в отношении него, то это можно сделать, наверное, только завтра, послезавтра. Когда уже появятся результаты этих муниципальных выборов, станет понятно, что консерваторы потерпели катастрофическое поражение. Ну, и, как бы, это лучший момент, чтобы попытаться сказать, что Риша Сунак ведет куда-то партию, не туда. Если сейчас и они этого не сделают, да, 2-3 мая, то, ну, таких моментов уже, скорее всего, у них больше не будет. И Риша Сунак спокойненько доезжает, да, там, до осенних парламентских выборов, ну, и проигрывает их уже, да. Поэтому, ну, для Риша Сунака тут главное продержаться эти пару дней, да, и надеяться на какое-то чудо, на то, что, не знаю, там, что-то сойдется, и его рейтинги начнут магическим образом расти. Да, ну, вот вы действительно сказали, что компаний, там, десятки компаний идут. А вот на каких стоит сосредоточить свое внимание, какие дают понимание, насколько прочные позиции основных политических сил в стране? Ну, вот, например, аналитики сегодня отмечали компании West Midlands и Tess Valley. Почему именно там? Ну, это единственные два, фактически, мэра-губернатора, да, которые принадлежат консервативной партии, да, Бен Хоучин, один из этих людей, как раз Tess Valley, он даже попросил, например, не Риша Сунака, да, записать ролик в свою поддержку, а Бориса Джонсона. То есть, ну, нужно понимать, что Борис Джонсон тоже не обладает сейчас большим рейтингом среди общенациональной аудитории, да, но тем не менее, среди рядовых консерваторов он пользуется популярностью. Ну и вообще, как бы, вот, там, многие консерваторы, в чем, наверное, фишка этой электоральной кампании, они делали так, чтобы не их ассоциировали с консервативной партией, да, они рассказывали, что вот мы там местные консерваторы, или о том, что вот посмотрите именно на меня персонально, да, потому что, ну, сейчас действительно консервативная, там, бренд консервативной партии, он довольно токсичен, и никто не хочет с ним ассоциироваться, да. Лейбористы, напротив, да, не сказать, что лейбористы сейчас что-то делают такое невероятное, да, тут скорее просто ошибки консерваторов, да, 14 лет их правления, общая усталость, проблемы экономики, здравоохранения, миграции, то есть, ну, это все никуда не делось. Да, ну, как бы, лейбористам легко использовать, да, свой лейбл и говорить о том, что вот мы 14 лет не были у власти, дайте нам, пожалуйста, поуправлять. Ну, поэтому, да, вот эти две гонки, которые вы озвучили, это, наверное, два единственных таких мэра, которые принадлежат консерваторам, если они удержатся, ну, наверное, Риша Сунак может выйти и сказать, ну, слушайте, да, мы потеряли половину муниципалитетов, да, это разгромное поражение, но у нас, как бы, есть вот некоторые светлые моменты, поэтому все не так плохо, не списывайте меня, я там камбэк еще сделаю. Да, благодарю, ну, будем ждать результатов. Эксперт по британской политике Василий Егоров был на связи со студией. На Соломоновых островах парламент выбрал премьер-министр, им стал бывший глава МИД Еремия Манелли. Его кандидатуру поддержал 31 депутат. За оппонента проголосовали 18 человек. Парламентариям также предстоит сегодня избрать и спикера. Народ высказался. Как отметил генеральный секретарь G7+, наблюдатели от организации были на выборах. Наша страна показала фестиваль демократии. Это цитата. Сегодня избранные вами члены парламента выполнили свой первый долг. Выбрали премьер-министра. Выборы в стране прошли и 17 апреля. Партия тогда еще действующего премьера Манасии Сагавары не смогла взять большинство. И глава Кабина после этого отказался идти на новый срок. Каманелли пришлось договариваться с независимыми депутатами. Сагавары в ходе своего срока углубил сотрудничество с Китаем. В частности, сначала разорвал депутношения с Тайванем, а затем подписал с Пекином пакт о безопасности. Это вызвало опасения у Австралии, а также у США, которые в последние годы потеряли влияние в регионе. Манелли обещает продолжить политику своего предшественника. Американская баскетболистка Бритни Грайнер дала интервью телеканалу ABC о своем заключении в российской тюрьме. Спортсменка рассказала, что не раз хотела покончить с собой. Такие мысли приходили в первые недели после задержания. От рокового шага гражданку США удержал страх, что ее тело не передадут близким. Рассказала Грайнер о том, как забыла выложить картриджи для вейпа с гашишным маслом, с которым ее и задержали в Шереметьеве. О чем вы думали, когда поняли, что должны достать картриджи? Как будто сердце выпало из груди. Это всепоглощающее чувство, такое вау. Как будто земля ушла у меня из-под ног. И я такая, чувак, моя жизнь закончилась прямо здесь. Но есть те, кто говорит, да ладно, как можно не знать, что у тебя в багаже? Что вы ответите таким скептикам? Я бы спросила, вы когда-нибудь забывали ключи в машине? Оставляли машину заведенной? А задавались ли вопросом, где мои очки, которые на самом деле у вас на голове? Или где мой телефон? О, он у меня в кармане. Просто так бывает. Грайнер также сказала, что ее заставили написать обращение президенту России Владимиру Путину. Ей пришлось сделать это, поскольку она очень хотела домой. Американскую баскетболистку задержали в феврале 22-го года. В заключении она побывала почти 300 дней. Российский суд приговорил ее к 9 годам за контрабанду наркотиков. Но в декабре того же года спортсменку обменяли на Виктора Бута, который отбывал в США тюремный срок за торговлю оружием. Поселиться в доме из мультфильма «Вверх», остановиться в особняке «Людей Икс» в стиле известного комикса или проснуться в музее Феррари. Международный сервис Airbnb представил специальный проект «Тайконс», куда включил необычные места, связанные с популярными телевизионными и музыкальными шоу, а также кино и мультфильмами. Предметы мебели и интерьера в новых локациях реальны. Например, в музее Феррари стоит кровать из кожи, которую используют для сидений суперкаров. А дом из мультфильма «Вверх» и правда летает. Его вместе с жильцами будут поднимать с помощью крана. Забронировать локации можно будет уже в этом году. Еще и бесплатно. Компания разыграет 4000 золотых билетов. На этом все. Итоги четверга вместе с журналистами «РТВА» подвел я, Александр Павлов. Подписывайтесь на телеграм-канал «РТВА» и на наш YouTube-канал. Там еще больше новостей. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова